В фосмофобии, в настройках специальной сложности, во вкладке призрак есть такая замечательная функция, как дружелюбное привидение Призрак никогда не будет охотиться, но оно, естественно, сбрасывает нашу награду до нуля И, в общем-то, я выставил такие настройки, что вообще прям по максимуму крутые, чтобы он очень много взаимодействовал, чтобы не менял свою там любимую комнату Хотя, вот это все-таки я поставлю, наверное, на средне Нет, даже на средне, да, все-таки поставлю на средне Объясню позже почему, потому что есть такой призрак, как Горё У него способность такая не менять никогда свою комнату В общем, выставил остальные всякие там настройки по-всякому А максимально удобные также настройки игрока выставил тоже У нас шесть проклятых предметов будет, и, в общем-то, погнали в игру Значит, что я хочу сейчас сделать? Я хочу пойти туда без предметов, я возьму всего лишь фонарик И возьму, ну, блин, не знаю, МП Давай возьму, окей, давай возьму МП и фотик Просто если вдруг это фантом И я должен буду без улик Ну, единственное, что я могу получить Минусовую температуру и МП5 Сколько, ну, МП я взял? МП я взял для того, чтобы определить комнату призрака Хотя я могу зеркалом это сделать Окей, в общем, я должен буду Смотри, давай посмотрим в зеркало немножко Ага, он в проходе, он прямо здесь Прямо вот тут Дай мне знак Я без улик, без ничего Сначала без охот Должен буду попытаться угадать, что это за призрак А потом, поскольку, ну, в настройках стоят все три улики Подожди, мне показалось Или минусовая как будто была А потом, в общем-то, взять предметы И узнать, как бы правильно я определил или нет Ну и постепенно с каждой уликой Так сказать, подправлять себе Короче, грубо говоря, я хочу Так, подожди, он дверь потрогал Ага, он дверь потрогал вот эту Окей, возможно, это отпечатки Я не знаю, но он дверь, смотри, полностью открыл Я хочу вот что сделать Короче, смотри Я открою все двери полностью, чтобы узнать Потому что у одного из призраков Есть такая способность интересная Он может, короче, закрыть полностью открытую дверь То есть если мы услышим сейчас О, кстати, нормальный этот Череп Так, он может закрыть полностью открытую дверь И этот призрак это Юрей Юрей может закрыть полностью открытую дверь Вот, если мы услышим такое То мы будем знать, что это Юрей Мара часто выключает свет Окей, выключил свет Но пока что минусовая температура не вижу Значится, что я могу сказать точно Это 100% не джин То есть, грубо говоря, я хочу с максимально безопасным способом попытаться научиться определять призрака Чисто по поведению, просто по поведению, вот Потому что есть такие, как Близнецы, Полтергейст, а там, я не знаю, Мираж Фантом Банши, например У них есть способность телепортироваться То есть, которые, ну вот их можно определить как бы таким образом Короче, без предметов для всего вот этого Давайте я возьму направленный микрофон Я возьму направленный микрофон, возьму соль и возьму датчик движения Давай, да, нет, я возьму, да, вообще-то датчик движения возьму Так, поставлю датчик движения Вот здесь вот соль пускай будет, не знаю, две штуки рассыплю И, короче, направленный микрофон просто выкину куда-нибудь Потому что в охоте призрака, в принципе, легко определять Чисто без улик по поведению А вот уже таким способом, ну как бы, да, надо постараться Так что вот, так, окей Короче, возьму я еще датчиков движения, значит, и зажигалку Чтобы, знаете что, чтобы зажечь, получается, свечку И вот здесь вот поставлю еще датчик движения Зажгу свечу и поставлю ему вот сюда Потому что он, судя по всему, в этой комнате Он до сих пор здесь, да? Да, нет, подожди, он переместился вообще-то Он переместился вот сюда, окей Если он будет часто задувать свечу То мы сделаем вывод, что это, возможно, анрё Но, хотя, не факт, конечно Так, я выкину вот эту зажигалку Окей, так, поставлю Короче, наступи в соль, пожалуйста Дай мне знак О, наступил в соль, это не фантом Окей, он пошел сюда Давайте посмотрим, выйдет ли он отсюда Ну, по-любому, короче, это не фантом Ой, точнее, не мираж, не горё, не джин Мы уже, как минимум, это знаем Давайте с помощью направленного микрофона послушаем Если он будет часто говорить То этого он уже поговорил, окей С каждым разом, как он шепчет нам И что-то говорит Ага, окей, гост-эвент уже Где моя фотокамера? Блядь Гост-эвент уже прошел, конечно, но Ладно Я выключу МП Так, я сфоткал Это не фантом Окей, да Это не фантом Фантом бы испарился, потому что Хорошо, дальше слушаем тогда Давай Нет, стоп Давай я посмотрю, какой у меня рассудок Потому что вот сейчас было похоже на ОНИ чем-то Это не тень Тень так не делать Потому что тень Так, ладно, это не буду смотреть А, рассудок у меня, в принципе, в жопе чуть-чуть Поэтому да Так, где он там? Что первым активировалось? Ну-ка, из этих датчиков Давайте Ага Он пошел в комнату В жилую комнату вот эту В гостиную Окей, так Он здесь выключил свет Угу Или он там был выключен Он вернулся обратно, судя по всему Так Окей, снова Блядь Мне тут пришлось на секундочку отвлечься Он, пока я, короче, отвлёкся Сделал два гостинента Которые разбили светом Здесь и здесь Эти гостиненты Это гораздо более вероятно Что делает Мара И мне почему-то кажется сейчас Что это Мара Потому что, ну, типа Такие гостиненты Ей свойственны очень Типа с взрыванием Этого света Так Я хочу вот что сделать Я, в принципе, его уже сфоткал Я хочу, короче А, кстати, свечку он ещё не затушил Я хочу посмотреть просто Ну, на АМП Хотя Рано ещё смотреть, конечно, на АМП Так, подожди Я хочу, короче, взять Ещё вот эту свечку Которая здесь у нас находится Принести ему на кухню Потому что теперь он, судя по всему, на кухне Опа Потушил Смотри, потушил Так Ну-ка, Бемс Окей, давай послушаем Он всё ещё там Свечки горят Если будет часто тушить Но пока что Пока что, мне кажется, что это Мара Реально Мне кажется, что это Мара Кидался он, конечно, много Как полтергейст Но, судя по этим двум гостинентам Я думаю, что это не мюлинг Потому что, мне кажется, он бы чаще разговаривал Да Я думаю, что да Кстати, хотя насчёт близнецов Вот не знаю Не, вряд ли это близнецы, мне кажется Вроде бы не было ничего такого особо Я думаю, что это не Андрё Андрё бы затушил свечи Наверное Можем, кстати, тест на Андрё провести Так, опять шептает Шепчет Окей Ага Он теперь в этой комнате что-то ходил Потому что здесь активировался детектор Датчик, точнее, движение Детектор пиздобола Хм Я думаю, что это не Банши Хотя, подожди Банши, по сути, это единственный призрак Который умеет телепортироваться Он пошагал Так Было шаги, слышно Окей Он опять в этой комнате Я думаю, что это не мюлинг Окей, опять он шепчет Хотя, хуй его знает Может и мюлинг Ладно, пока что мюлинга Я его чёркивать не буду Но Вначале мне очень сильно показалось Что это может быть Они Потому что много гост-увентов Но Сейчас гост-увентов совсем нет Так что Может быть и не Они Никакой В общем, я делаю предположение Что это Мара Первое предположение И сейчас Я попытаюсь Первую Эту Улику Найти Короче Я выкидываю сейчас все предметы Я приму Таблеточку Чтобы восстановить рассудок Потому что он у меня немножко улетел А хотя подожди Хотя подожди Вообще-то Вообще-то вот что я сделаю Так Ну для Улик я возьму Значит-то давай вот это И отпечатки посмотреть Вот это отпечатки посмотреть И что ещё есть Такого Давай вот И орб Огонёк призрачный Да Так, окей Подожди А Я хотел сделать тест на Андрею ещё Да Поэтому я возьму Два расцвятия Ещё одну свечку Здесь он разбил Как бы Свет Ну короче Наверное Надеюсь, что он здесь всё ещё Я беру свечки Вот эти вот Ставлю их Ага, потушил Подожди Сразу же потушил Ну-ка Ставлю Как же не может начать охоту здесь Тут распятия не сломаются Поэтому да Какая разница Так Ладно, тогда Беру всё вот это вот Ну давай для начала проверим Призрачный огонёк И радиоприёмник Итак Призрачный огонька Призрачный огонёк есть Окей, всё Первая улика Ну и минусовой Как бы тут Я не вижу Может это быть минусовой Ну естественно Может Подожди Призрачный огонёк Если бы это была минусовая Это был бы Андрёх Антур Юрой Блядь Потушил, смотри Стоп А где моя зажигалка Вот здесь где-то Наверное я выкинул Да Нет, я выкинул В той комнате Когда за этой шёл Да Где-то здесь Я её выкинул Сто процентов Нет Блядь Или по пути Я выкинул Да Ты чё Гонишь что ли Вот она Блядь Завалилась за цветок Понятно Ну свечки он тушит Конечно активно Активно Но было бы тогда Минусовая Интересно Так, ладно Окей Это призрачный огонёк Это всё ещё Может быть Мара То есть Пока что Я именно к этому Склоняюсь И пока что Я думал Я получу улику Которая вычеркнет Если это радиоприёмник Подожди Если это минусовая То это вычеркнет Мару Либо если это отпечатки рук Окей А давай тогда проверим На отпечатках Так Отпечатков здесь Не вижу Но она вроде бы как И не особо взаимодействовала Так Ага Если кстати ещё и ЭМП5 То это тоже В общем-то У нас Вычеркнет Мару Потому что у неё нету ЭМП5 Он опять судя по всему Здесь Окей Дай мне знак Но отпечатков я нигде не вижу Они хранятся бесконечно Если бы они были Если только это не Абака Который один раз потрогал дверь И сразу же Использовал возможность Скрыть отпечатки Только тогда В общем-то Да Я бы их не увидел Отпечатков нет Угу Интересно Вообще нигде нету Хорошо Хорошо Так Я хочу зажечь свечки Ну тушит конечно интенсивно Но мне кажется Не так интенсивно Как мог бы Анрео тушить Хорошо Я попробую тогда Отпечатков я не вижу То есть Три улики если что То есть Это как минимум Не минусовая И не отпечатки рук Ну минусовая может быть ещё Но типа Вряд ли То есть То есть Всё вероятнее Вероятнее Ладно Хорошо Дай мне знак Ты старый Ты молодой Сколько тебе лет Это радиоприёмник Это радиоприёмник И мне осталось получить Всего лишь На всего записи в блокноте Но Окей Ладно Давай тогда Я all in иду Просто Я получаю Я иду сразу за блокнотом Всё За двумя И Ну не знаю Возьму ещё блин Там типа этот Вот Проектор Может быть это всё-таки проектор Но если это проектор То это Йокай На Йокай я вообще Я даже не знаю Как его Приветики Я даже не знаю Как его Рассчитывать Типа Так Окейюшки Я положил Вот это всё Подожди Потопал что-то Вон тут В соль Блядь Наступил Окей Я пойду Приму таблетку И я хочу Короче Да Я хочу Во-первых Посмотреть где Этот призрак Так он Он у нас здесь Окей Он у нас здесь Я сюда вот положу Тогда блокнот И пойду кукла Вуду Дупасть Так ну-ка Бамс Бамс Давай Ебаш Окей Охоты у нас нету Потому что Подожди Вообще Ноль активности Стоп Это может быть Андре Это может быть Андре А для Андре Это должна быть Минусовая Подожди Я выйду из комнаты Пока что Я минусовой не видел Но сейчас Я юзал Всё это И он затушил Все свечки А я думал Что он делает Блядь Обосрался И не было ни проектора Ни записи в блокноте Я думаю что это не проектора Я думаю что это не проектора Я бы заметил уже Интересно Слушай Подожди Это может быть мимик Нет Как это может быть мимик Хорошо Так подожди Я ещё одну таблеточку приму Я возьму тогда вот что Я возьму тогда вот это Температурку мерить Возьму тогда Ну всё типа Что ещё Ладно ещё одну эту Свечку поставлю Так Ладно Надо включить свет заново Так Ну окей Подожди Ещё раз чекаем Где он Это что блять А это прямо здесь Лол Окей И прямо здесь нет минусовой Подожди Я не вижу минусовой В этой комнате Ну-ка Я не вижу минусовой Это было очень похоже на Андре Но Походу это не Андре У меня Да Я не знаю Я не помню Я сказал или нет У меня три улики Если что То есть Если это Андре То мы увидим Что это Андре На записи в блокноте Тоже пока что нету Он опять что ли Нет Он ещё пока что не затушил Свечку Так Окей Я попробую переместить Типа не знаю блокнот Так Куда он пошёл Он пошёл в эту комнату Окей Он опять Он опять тушит свечки Причём смотри С какой интенсивностью Блять Две за раз Он вышел из комнаты Да ёб твою мать Ладно я положу вот так вот Как у нас блокноты Но минусовой тоже нет В чём прикол И лазерного проектора А это может быть Только либо лазерный проектор Либо минусовая Либо Так подожди В этой комнате что ли Активничать Не В этой не В этой не холодно Ну-ка В этой не холодно вообще Вот тут вот холодно И смотри как тушит Но нет минусовой при этом Хорошо я знаю что я сделаю Смотри Мой финальный вывод Блять Ну я не знаю Я с первого раза Подумал что это Мара И блокнот это в принципе Такая вещь Которую сложнее всего получить Но температура тоже Забагованная достаточно вещь Я выключу свет Блин я не знаю С чем я Я просто Вот последнее Что какой у меня Вывод Давай я подумаю Пока там это всё остывает 100% не Йокай Насчёт Андре Это очень сейчас по Андрёшному Блять Я не знаю Ну типа прям реально похоже на Андре Мне кажется что это Андре Всё Хотя блять С другой стороны были густовенты Которые были очень похожи на Мару И вообще минусовой И близко нету Не всё таки я пойду Да Ошибусь так ошибусь Всё таки Мара Я буду придерживаться того К чему я в общем то изначально И это Да О чём я изначально и думал Окей Смотрим температуру Я подождал немного Короче На улице Тут выключено электричество До сих пор всё ещё Да ведь Да Подожди он случайно не переместился сюда Потому что чё здесь включено это Подожди А какие ещё есть у Андрё Я не помню какая ещё есть у Андрё Способность Но в общем то смотрим Минусовая Нет Минусовой нету Записи в блокноте Это Мара Блядь То есть Я был прав с самого начала Охуеть можно Окей Зажечь благовония возле призрака Блядь не выполнен А похуй Какая разница Итак Это Мара То есть Я был прав с самого начала 21 минута Это у меня заняло Без охот И Без Каких-либо улик В самом начале Я определил Что это Мара Ам И моё предположение Было верным К сожалению Блядь конечно не записались Эти гост-увенты Потому что мне пришлось отойти Я блядь в доме Остался Ну ладно Давайте сыграем Велоу Стрит Хаус Погнали Так Я возьму в этот раз Давай вот Фотоаппарат И Нет Я возьму не фотик Я возьму лучше Да Я возьму всё-таки Нет Всё-таки фотик И соль Чтобы сразу же Правда придётся чисто на слух А Хотя стоп Чё на слух-то Смотри Эм Не подожди Я лучше Я с помощью карт Таро найду сейчас комнату Чекай Так Карты Достаем Колесо Фортуны Блядь Но это не то что мне нужно конечно Опять Колесо Фортуны Спасибо Просто две карты Луна У меня рассудок упал Сейчас призрак начнёт активничать больше Солнце Мне рассудок вернули Спасибо Класс Так Ладно Я не слышал взаимодействия Выпала башня Но я не слышал Так Дьявол Ага Это не они как минимум То есть Потому что они таких густовентов не делают Окей Кермит Ам Дьявол снова Опять Опять Это не они Хорошо я понял уже И Колесо Фортуны Ладно Тогда я попробую с куклой Вуду найти Мне кажется это подвал Подожди Дверь закрылась какая-то Как будто звук такой был Или показалось Может это эта дверь закрылась Хуй его знает Так Окей Подожди Это подвал что ли Реально Ну-ка Это реально подвал Подожди Тут двери открыты И Насколько всё раскидано Здесь ничего не раскидано Вот здесь Окей Здесь кость Подожди Здесь тоже всё на своих местах Более-менее вроде И Тут Типа Эм Так Да Он потрогал эту дверь ещё раз Ебать Ебать Сколько всего произошло сейчас за раз Ой У меня рассудок просто обсадился И короче Ну в общем-то он дверь Любит трогать Окей Швырнул что-то Хорошо Он здесь Я думаю Здесь И поставлю И положу здесь соль Короче Но при этом Короче я думаю что это Что это кто Я не думаю что Так подожди Кстати я не включу О подожди Окей Как минимум мы знаем что это не мираж теперь Какие у меня предметы Какие предметы вообще брал Блядь Забыл Так ладно Это не мираж И А соль И вот это вот Окей Шаги есть Всё нормально То есть это не мираж Я могу в принципе с помощью фотика Проверить отпечатки пальцев Но я этого делать не буду То есть Подожди А если я ещё раз вот так сфоткаю Шаги будут Круг приз Нет блядь Я не круг приз Хотел Кукловоду Да не кукловоду Шаги Да Всё Окей Просто решил проверить Так Ну это не мираж Блядь На фантома не проверил Хоть и была Хоть и был фотик у меня с собой Ладно Побежим тогда проверять Сейчас на фантома Возьму ещё один фотик И Ну в общем то Больше ничего мне по сути Не дозволено А ну возьму Ну типа Направленный микрофон И возьму Зажигалку что ли Не знаю Ну давай Давай зажигалку И давай выкину Да Таблеточку приму Чтобы этого Он выключил свет Это не джин Это не джин Это мы теперь знаем точно Окей Хорошо Так Я бы включил свет Конечно обратно Он здесь Или где Нет Свет у нас не здесь Надеюсь что призрак остался Всё ещё здесь Да вроде бы он здесь Потому что направленный микрофон Ловит звуки Так Врубаем свет Короче И погнали слушать Где у меня зажигалку Я бросил Блядь Где-то же здесь бросил Да Вот Окей Я выкину Так ладно Послушаю чуть-чуть Пока что Подожди Включил свет При этом вот здесь Здесь же я не включал Да Или включал Да нет Подожди Я не включал здесь свет Или включал Я вычеркну мару Мне кажется это не мара Плюс два раза подряд По я так не думаю Да Кидает что-то Причём Такой звук был странный Как будто То ли близнецы То ли что Блядь Я заспойли Я заспойлирил себе Окей Минусовую температуру Как минимум Но давай Без минусовой Какие бы я выводы сделал А честно говоря Не знаю Но я бы Но я бы Я наверное практически уверен Использовали свою возможность Типа телепортироваться Хотя я и особо Далеко и не ходил от них Там типа Но ладно Я выкинул микрофон И вот похожу Пособираю свечки Так Раз свечка Окей А где ещё свечки А я не помню Здесь нету Тут тоже Где-то же ещё 100% Есть свечка Наверное в этой комнате Блядь Тут тоже свечки нету Да ладно Одна свечка на всю карту что ли Ладно Окей Возьму вот эту тогда И занесу Подожди Нет Мне показалось что здесь свечка Ну нет Отнесу ему Мало ли это Андрёк какой-нибудь Сейчас начнёт беситься Из-за этой свечки Схожу за зажигал Чтоб если что там зажигать Так Ну ладно Короче Слушаем Опять шёпот какой-то Окей Опять шёпот Ага Так подожди В 3 минуты примерно ровно Практически был шёпот Активничает А нет подожди Чё я тут-то всё это разложил Когда он в этой комнате Так Ну это интересно То что он шепчет так часто Ну окей Это минусовая температура Опять шепчет Подожди 30 секунд прошло Но это не может быть мюлинг Но это может быть мимик Который копирует сейчас мюлинга Кто это может быть ещё Мне кажется это не тень Подожди Затушил свечку Может быть Андрёк кстати Зажигу опять её Так окей Если он сейчас опять пошепчет То это будет очень странно Хотя может это нормально Что каждый типа 30 секунд Да смотри Опять шепчет Да ладно блять В смысле Ну типа Кто ещё разговорчиво Мороюсь что ли Хм Ладно окей Я зайду в комнату Смотри Это не может быть кстати фантом Поэтому нахер мне не нужна Вот эта штука уже Фотик Это единственное для чего Он мне нужен был Это не может быть банши То есть мы не услышим крик Это поэтому похер Пока что Мне кажется что это Монро Монро блять Мерлин Морой Опять шепчет Мне кажется что это Морой Мне кажется это не Андрёк Потому что мне кажется Было бы более активным Насчёт остальных Ну типа Ханту Хэзэ Юрей тоже не использовал Ещё своих этих Возможностей Способностей Блять Я думаю что это не близнецы Короче я думаю что это Морой И не тень Потому что сейчас она взаимодействовала Когда мы у неё в комнате Я думаю что это Морой Да Короче Всё моё приём Всё погнали Короче Моё предположение первое Что это Морой У нас есть уже одна улика И для Мороя нам нужно Какие? Радиоприёмник И записи в блокноте Вот блять Опять записи в блокноте Так ладно Берём тогда радиоприёмник И два блокнота Ну радиоприёмник Он по-любому не должен скрывать Типа Хотя здесь ни одной улики Он не скрывает Ну то есть потому что Три улики все стоят Дай мне знак Ты старый Ты молодой Сколько тебе лет Дай мне знак Ты старый Ты молодой Сколько тебе лет Дай мне знак Ты старый, ты молодой, блядь, сколько тебе лет, дай мне знак Ты старый, ты молодой, ты злишься, сколько тебе лет, дай мне знак Покажи себя, блядь, дай мне знак, пожалуйста Нет, в смысле не Морой Ну ладно, на самом деле это вообще, блядь, палец в небо Но, типа, просто я подумал, потому что Морой умеет, у него есть способность Он через вот эту вот штуку тебя может проклинать То есть он через неё поговорит, и ты проклялся Это единственное, типа, ну это не Морой, походу Ну потому что, как походу? Потому что это не радиоприёмник, блядь, как это может быть Морой? Сука Вот это уже обидно, окей, первая догадка вообще мимо, походу Хорошо, я возьму чекну на отпечатки, на ЭМП и на призрачный огонёк Но это может быть, кстати, мимик, который копировал Блядь, нет, это не может быть мимик, потому что радиоприёмника нет, он мимик, а радиоприёмник Не знаю Мимик, это, ой, тьфу, блядь, призрачный огонёк Так, окей, призрачный огонёк Все-таки это может быть... Подожди, Юрея, Андрея я вычеркнул Хантури Винант Радиоприемник... Ну, тут как бы Этих призраков можно определить во время охоты Но вот как их определить во время Просто по поведению, типа Блин, это такая сложность прикольная Потому что на ней, как бы, ты учишься По поведению просто без охоты определять Пытаться призрака, так хорошо Что мне нужно? Это не может быть АМП-5, я его выкину нахер Для отпечатков Штука у меня есть, у меня есть проектор Проектор этой будет Юрей, мне не нужен проектор Подожди, мне нужно что? Мне нужны записи В блокноте, либо отпечатки рук Хорошо, блокнот там уже лежит Блокнот там уже лежит? Амм, блядь Ладно, я не знаю Тут как бы чисто пальцем в небо, но Но если хотя бы хоть как-то попытаться объяснить Свою, типа, это... Я не знаю, но мне кажется Что это Ханту, почему? Ладно Мне кажется, что это Ханту, потому что очень быстро Минусовая температура обнаружилась То есть она, она забагованная Она тупая, блядь, она не... Ну, это... Это Ханту Ну, окей А что я там предполагал? Мимика еще? Ну, как предполагал? Ну, в принципе, я предположил Мороя неправильно Потом я вроде бы никого не предполагал Не знаю, или Мимика Ну, ладно Короче, это Ханту Ну, в общем-то, да Опять-таки, потому что минусовая очень сложно обнаруживается А Ханту, это такой призрак, которому минусовая обязательно нужна Блядь, надо было сразу с самого начала об этом подумать Потому что я бы тогда сразу подумал и про Ханту То есть, типа, что первая улика Ханту И это... Ой, точнее, минусовая И это Ханту, и все Но я решил выкинуть из головы Потому что это случайно получилось Итак, это Мимик, который копировал Ханту Сейчас, блядь Ханту Все Ладно, в общем Спасибо всем за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Почите комментарии Счастья, здоровья, любви, удачи, денег Всем пока